Семипалатинский испытательный ядерный полигон Пыльная, разбитая грунтовая дорога Однообразный желто-серый пейзаж бескрайней степи По пути встречаются бесчисленные глыбы окаменевшего грунта разных размеров Здесь их называют бомбочками Это результаты выбросов от взрывов Приближаемся к озеру Вокруг, как огромные красные марсианские холмы Лежит вывороченная наизнанку земля Раннее утро 15 января 1965 года Резко качнулась и встала на дыбы многострадальная земля Заряд, мощностью в 9 раз превышающий бомбу, сброшенную на Хиросиму Разворотил почву Тонны камней разбросало на расстояние до 8 километров от эпицентра взрыва По словам очевидцев, пылевое облако несколько дней застилало небо Семея В результате взрыва образовалась воронка глубиной 100 метров и диаметром более 400 метров От высочайшей температуры расплавились камни и образовали зеркальное стеклянное дно Весеннее половодье заполнило воронку взрыва Так образовался искусственный водоем Атомное озеро Атомколь Позднее для переброски воды от рек Ащесу и Шаган Прорыли каналы и сделали воду проточной Сегодня общая емкость Атомколя составляет 17-20 миллионов кубических метров Приблизившись к Атомному озеру Мы застали неожиданно идиллическую картину Этот уникальный исторический объект язерной эпохи словно вычерчен циркулем Удивительно круглой формы Зеркально гладь озера, а вода кажется чистой и прозрачной так, что виднеется ее стекловидное дно На берегу с удочками и с настями расположились местные рыбаки Это излюбленное место сазана, утверждают любители экстремальной рыбалки Наша местная рыба адаптировалась и даже в этой радиоактивной воде А вот заселенные экзотические виды, даже амазонские пираньи, не прижились Атомное озеро положило начало программе «Мирный атом» По созданию искусственных водохранилищ, рытью каналов, вскрытию рудных, месторождений для экономики страны Увы, идея оказалась утопической Пока в Москве гордо рапортовали об успехах Местное население таяло на глазах от неизлечимых недугов Правительство СССР очень гордилось искусственно созданным озером Здесь проводились эксперименты по исследованию воздействия остаточной радиации на живые организмы В 1974 году опытная станция на Атомколе была закрыта Но и сегодня Почва на Атомколе сохраняет опасно высокую радиоактивность Атомное озеро находится у реки Чаган 100 километров к юго-западу от города Семея По пути расположены села Кызымщек и Знаменка Работают животноводческие фермы с широкими пастбищами Но это не зеленый ежайляу А большое серое плату Часть наших сердец останется здесь навсегда Чаган с разных времен и стран 1954-1994 годы Это надпись на бетонном крыле ухода в город Чаган Или Семипалатинск-4 Который никогда не значился ни на одной географической карте Нас встречают руины бетона С вывороченной арматурой И зияющей глазницей серых пятиэтажек По всей территории разрушенного города Разрыты траншеи электро- и теплосетей Иногда можно наткнуться на вещи бывших жильцов Старый кирзовый сапог Изношенная сумка Трубка телефона С общей разрухой диссонируют Ровные бетонные улицы Почти не поросшие травой И не засыпанные мусором Белое бетонное покрытие Напоминает взлетную полосу Авиабазы Чаган Имевшую даже по нынешним меркам Небывалую взлетно-посадочную полосу Протяженностью 4 километра Толщина бетонного покрытия В один метр Способна выдерживать космические нагрузки Здесь принимали и отправляли в небо Огромные боевые самолеты И грузовые бомбардировщики Здесь располагалась 79-я бомбардировочная дивизия С более старых кетоносцами Ту-95 Когда-то это был родной город Почти 12 тысяч человек Семей военных и сотрудников Семипалатинского испытательного Ядерного полигона Здесь кипела жизнь Царил армейский порядок Тон офицеров Стадион Магазины Гостиница Детский сад И школа Сегодня Чаган Город-призрак Значение названия города Слово «Шаган» В казахском языке нет А в переводе с монгольского Означает «белый» Белый Белесый Словно пепел Семипалатинский испытательный ядерный полигон Находится в 170 километрах От города Семей И всего лишь в 50 километрах От города Курчатова Семипалатинский испытательный ядерный полигон Это 18,5 тысяч квадратных километров Что равняется территориям Словении Или Израиля 456 ядерных испытаний за 40 лет Мощность взрывов была в 2500 раз сильнее мощности бомбы Сброшенной на Хиросиму Полтора миллиона пострадавших людей Чем ближе к эпицентру Тем чаще попадаются гигантские согнутые пальцы бетонных столбов Разорванные пополам И заваленные на двух местах Холмы бункеров Плиты смотровых вышек, заваленные землей Словно зарытые крылья самолетов И везде траншеи, траншеи, траншеи Опытное поле Одна из нескольких площадок испытательного ядерного полигона Площадью 30 квадратных километров Она предназначалась для проведения атмосферных, наземных и воздушных ядерных испытаний Это место первого наземного взрыва и множество других ядерных взрывов на протяжении 13 лет Мы направляемся к месту первого взрыва Но перед этим нужно было надеть специальный защитный костюм Белый комбинезон Высокие резиновые бахилы Перчатки и специальную маску-респиратор Все это для защиты от альфа-лучей Как поясняет сопровождающий сотрудник ядерного полигона По его словам, сегодня на опытном поле главный источник радиации Это куски оплавленной почвы Названные Харитончиками В честь ученого-ядерщика Юлия Харитона А вот и место первого взрыва Заросший котлован с водой И определенно с какой-то живностью 6 микрозивертов в час Преложный звенящий дозиметр И сегодня показывает опасно повышенный уровень радиации Для сравнения Приемлемый считается показатель 0,3 микрозивертов в час В годы ядерных испытаний В центре опытного поля стояла металлическая башня Высотой 30 метров На которой размещался ядерный заряд От нее с определенной последовательностью и интервалом Устанавливались измерительные оборудования Различные объекты военного и гражданского назначения Привозили и группу животных Чтобы определять поражающий фактор ядерного взрыва Не только на объекты Но и на живые организмы Окруженное с трехсторонними высокими горами Опытное поле и сегодня хранит горькую память О воздействии ядерных взрывов Темными бетонными гигантами Стоят останки четырехэтажных сооружений Что строились для измерительных приборов И длинных бронированных фотокамер Свидетели беспощадных ядерных испытаний Город Курчатов Здесь находится Национальный ядерный центр Республики Казахстан И музей Семипалатинского испытательного полигона Который хранит великое мрачное наследие прошлого Основанный в 1972 году Это единственный музей Двери которого сегодня открыты для всех Кто интересуется деятельностью ядерного полигона Здесь и рабочий кабинет отца советской атомной бомбы Игоря Васильевича Курчатова Который с 1949-1955 года Руководил ядерными испытаниями На Семипалатинском полигоне Экспозиция музея Через различное оборудование Макеты, фотографии Уникальные научные документы В том числе и сверхсекретные материалы Представляют военную и научную деятельность полигона Отмеченную особыми историческими событиями 20-го века Среди оборудования Передного после закрытия полигона Есть самый уникальный Программный автомат Главный пульт управления С которого шли команды всем другим приборам И самой атомной бомбе на подрыв Огромный зеленый аппарат в центре зала Похож на двойную подзорную трубу Длинофокусный киноаппарат АКС-2000 Для крупномасштабной съемки Экспериментальных работ Делал 1 миллион кадров в секунду Высокоскоростная съемка Позволяла определить мощность взрыва В тротиловом эквиваленте Макет опытного поля С исторической точностью Отражает подготовку к проведению Первого ядерного испытания СССР 29 августа 49 года На макете установлены модели Измерительных приборов И различных военных и гражданских сооружений А также биоточки Как часть испытуемых объектов с животными Наверное, самая мрачная часть музея Это фотографии и экспонаты Из эпицентра ядерного взрыва Они демонстрируют поврежденные органы И ткани подопытных животных А гранитный камень От высокой температуры вскипел И превратился в пузыристый сплав Напоминающий пензу Если такое случилось с камнем То что произойдет с человеком? Ядерный полигон лишил многих Счастливого детства И права на нормальную жизнь Беспощадно искалечил судьбу многих людей Автор книги «Семипалатинская трагедия» Медеус Арсике Пишет, что такие известные ученые И общественные деятели Как Мухтар Ауэзов и Каныш Садбаев Выступали на научных конференциях В Москве, в Алматы На съездах Союза писателей с СССР И говорили о последствиях ядерных взрывов О неизлечимых болезнях И самоубийствах своих земляков Подобные факты присутствуют И сборники очерков Мухтар Азалина Абай Ауэзов Абай Ауэзов В 1957 году в Японии На международной конференции по ядерной политике Известный писатель Мухтар Ауэзов Выступил с речью о губительном воздействии Семипалатинского ядерного полигона На здоровье местного населения Тогда это был смелый шаг Но, к сожалению Мухтар Ауэзов Останется неуслышанным Началась невиданная по масштабам Гонка вооружений И на Семипалатинском полигоне Уже готова была к испытаниям Очередная ядерная бомба Закрытию самого масштабного И опасного в Советском Союзе Ядерного полигона Способствовали активисты Антиядерного движения Невада-Семипалатинск Сплотившего миллионы казахстанцев Это случилось 29 августа 1991 года В этом году реализована Одна из самых масштабных Международных проектов Национального ядерного центра По переведению опытного поля Безопасное состояние В городе Семей На острове Бейбетшилек Жертвам ядерного полигона Установлен памятник Сильнее смерти Сегодня здесь гуляют дети Их родители Все выглядят счастливыми Пусть никогда Не потревожит нашу землю Яркая ядерная вспышка Которая может стать Последней Да здравствует жизнь Мы едем домой В горячем воздухе Вечернего неба Садится солнце Оно зайдет завтра И согреет теплом каждого Кого коснется Своими ласковыми лучами Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»